Мы снова в Васкилово. Это деревня к северу от Петербурга, на Карельском перешейке. Летом там бывают наши герои – Михаил и Александр Горский. Саша занимается домом, садом, огородом, а Миша с шутками и прибаутками снимает на камеру. У обоих получается талантливо, приятно посмотреть. Ну, показываю, что у нас тут сегодня. Речка. Ой, скоро рожать. Вот, сегодня 3 июля. Время пора. Пора и кубнику. Ну, так, вот так берешь, так вот и ешь. Своя. Настоящая. Вот у нас розочка выросла такая. Беленькие, тиненькие, желтенькие, розовенькие, голубенькие. Есть еще желтые цветочки. А как они, Саша, называются? Не знаю, Господь, уже спрашивали несколько раз, Миша. Может, ты вспомнила? Немного. Вот, начало июля, а у нас уже стала появляться красная смородина. Ну, она хоть и красная на вид, но на вкус она еще совсем кислая. Есть ее не стоит, потому что она невкусная. Еще пройдет неделя или две, она нальется и будет очень сладкая и вкусная. Вот крыжовник зеленый, который не надо кушать. Она холодная, между прочим. Ну, ты только на камеру старайся не попасть. Всем, кто любит на досуге запечатлеть памятные моменты, мы советуем поучиться этому у Михаила Горского. Обратите внимание, какие он находит ракурсы. Делает по наитию, а получается мастерски. Я же как инвестиционист. Да? Я снимаю один и тот же участок весь год. Хорошая правда занятие? Снимать, как кто-то работает? Оператора никто не любит. Все его обвиняют в том, что он бездельник. А что ты делаешь? Я снимаю кино. Я не то, что не спорю, я тебе вполне нормально предложил, давай, я сделаю. Ты сказал, нет, ты проваливаешь. Я не знаю, ты сделаешь, а я почти не доверяю на самом деле. Лучше, чтобы было, было все идеально. Не дай бог, что-нибудь не промажешь. Вот просто, понимаешь, сколько-то миллиметров, все будет на смартфон. Ну, вообще, бесполезно. А как ты делаешь, я не знаю, я никак не видела, и я тебе вот, ну, нет, доверить. А я это делала много раз. Как бы тут наработано все. То есть, я считаю, что дырку замазать и заклеить свежим куском рубероида у меня бы навряд не получилось. Только поэтому. Так, у него вышло обрадование. Может, не хватит. Самое сложное в ремонте крыши – это найти повреждения. Ведь течет во время дождя, а очинить надо в хорошую погоду. Вначале очистить и высушить щели, и только потом начинать клеить. Вот какая красота. Настоящий черный цвет. Что может быть лучше? Ну, он красивый, на самом деле. Для ремонта кровли, покрытый рубероидом, использует материалы на основе битума. Он обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами, но, к сожалению, плохо переносит жару и холод. Летом плавится, зимой трескается. Зато дешевый. Если делать качественно, хватит на несколько лет, а потом надо будет все повторить. На самом деле, это один из очень динамичных и интересных процессов. Да? Конечно. По-моему, на жаре он становится более текучим. Кто? Битумный лак. Естественно. Завершающий этап – шпатлевка. По периметру заплаты не должно быть никаких отверстий, иначе крыша снова потечет. Края надо плотно прижать и тщательно замазать мастикой, обеспечив тем самым герметичность внутри. Это, конечно, ненадолго, потому что есть такой натяг уже огромный, если же пусть ее все разрывать и делать полосу такую, знаешь? Да, понятно. Потому что снег весь истощил этот бродь. То есть ты помнишь, да, сколько было снега и какая это была масса, и как он его вытянул там. Поэтому все совершенно понятно, что там происходит. Это так, это просто от дождей пока, но это надолго, не надолго. Любой, ну, следующий снег, это все опять все королеет. Ну, следующий снег мы ожидаем не раньше зимы, я надеюсь, поэтому… Я говорю, это только на лето, а потом это опять же зимы. Потому что мы думали, может, этим летом сделаем крышу, но мама уехала, и кому этим заниматься, мне некогда. Вот кто выращивает клубнику, а кто – землянику. Вот такая землянику родилась. Настоящая лесная. Как в сказке про дудочку и кушничек. Гибридные варианты. Она уже не то садовая, не то лесная, но все равно очень концентрированная, маленькая, вкусная. И вот дельфиниум расцвел уже. Мы его в прошлый раз видели, а теперь он распустился во всей своей красе. Июль нам дарит новые краски дачи. Все меняется. Тут розочки, а тут ягодки. Ой, что это у вас такое выросло? Огурцы. Такие красные? Особый вид. А вот эти очень мелкие. А, это кабачки. Ну, совсем мелкие, да? Не видно, что да. Угу. И что, вкусные? Ой, не кушло. Что-то делается вот так. Ммм, вообще фантастишь. Да, ну, как земляника вещь. И вот у нас наступила середина июля. Появилась красная смородина. Сбор красной смородины крайне прост. И быстро. Особенно, когда ее много. Но под дождем это делать не очень хорошо. Потому что она будет мокрая. И быстрее спорта. Поэтому, вот смотрите. Это все мы съедим сейчас. Красная смородина обладает массой полезной суй. Например? Я, правда, не знаю, какими. Какими? Ну. Ты знаешь что-нибудь о полезных свойствах? Смородины крайне. Креба и ягоды. Это антиоксидант. На перече. Угу. Витамин С. То есть мы... Убойной дозы. Мы будем антиоксисляться. А еще на участке Угорских с каждым днем все больше цветов. Лето в самом разгаре. В Ленинградской области оно, к сожалению, недолгое. И надо успеть насладиться всеми красками природы. Ну, ты рассказываешь, что ты видишь там? Салат. Два вида салатов. Да. А вот это, смотрите. Это цветы, которые в Италии едят. Ну, мы тоже их будем есть. Да? Кстати, не сделает ли мне яичницу с цветами кабачков? Угу. Вот такие цветы мы будем есть. Прямо как в Италии. Очень красиво. Вот уже и кабачок у нас появился. У него тоже будем есть. Так же, как и цветы. Не знаю, какой свежести их надо собирать. Они нормальные, потому что они еще вчера были открыты. А ты их ела? В Италии, да. В Италии. Угу. То есть, ты как бы представляешь. Тебе расскажи, как их это сам готовят. Да я не знаю, я сделаю из них яичницу. Но я, на самом деле, я... Ну, их как-то запекают. То есть, с чем-то там собачьями, с теми же цепини. Угу. Ну, ты в каком виде их ела? Угу. Холодно. Угу. И одни пустые. Нету этих девочек. А, то есть, а едят только мальчиков, соответственно, да? Нет, едят кого угодно. Просто мальчики нужны для того, чтобы опылять девочек. У нас сейчас вещь, я сорвала кучу мальчиков, а девочка вот здесь одна. Угу. Там, ну, то есть, я к тому же хватит по одному. И тут еще вон сколько едят пустых. Они раскроются. Их можно вручную опылять. А девочек я вот один вижу. Угу. Простой летний завтрак? Да. Это время, ты же, ты же, всегда. Вроде этого года ты живешь, чтобы вот так немножко поесть. А некоторые так, круглый год едят. Да ладно, где такие уйдут? А негры? Ну, негры нету таких. Что, у них ягод нету, что ли? Нет, ну, таких ягод нет. Это же северная ягода. Такого они растут. Угу. Ну, у них другие, наверное, какие-то есть. Вот такая вот яичница. С цветами из кабачков и помидорами. Очень вкусно. А то. Закрывай, а то сейчас не бегут. Мы как в Италии. Вот так выглядит яичница с цветками из кабачков. Уже есть еще и изнанка. Спасибо. Вот и все. Завтрак удался. Пробуйте рецепт, пока Миша и Саша думают, чем вас развлечь в следующий раз. ПО CP you. Продолжение следует. Продолжение следует...